Всем привет, дорогие любители танков! Сегодня с вами Тури и его очаровательная спутница, Лекса, которая пожелывает печеньки, доставшиеся ей от предыдущих боев. Между прочим, заслуженно и заработанные. Заслуженно? Ну, не знаю, не знаю. Ничего себе! Мне кажется, надо больше рассказать. Вот, например, сегодня у нас в эфире танк Т-34-3 китайский. Ой, я знаю его. Что ты можешь о нем рассказать? Ну, там сидят два миньона точно, потому что разговаривают они в непонятном языке. Как миньоны прям? Да. Ну, отлично. Посмотрим, как он в бою. На самом деле там четыре миньона. А вот, смотри, видишь, они... Там четыре китайских миньона. Вот, вот они едут. Это поддельные миньоны. Ты думаешь, это обычные миньоны? Нет? Нет, это китайская подделка под миньонов. Ну что, дамы и спада, мы с вами находимся в топе. И, в принципе, конечно, нам не очень здесь хорошо ехать на центр. Но, тем не менее, я думаю, что... Тебе помочь попросили. Я, собственно, это и делаю, потому что офисер едет за нами. Я думаю, что, в принципе, мы можем и на центр поехать. Тем более, что мы здесь встретим? Т-43, Т-44. Ну, не очень страшный соперник для нас. Поэтому мы едем. И сразу же мы видим, светится там на проезде Т-71. Как ты думаешь, что мы с ним делаем? М? Как ты думаешь, Т-71 нам страшно поехали? Я думаю, что... А я не знаю. Это же встретник там. Нет, это лес. А, смотри. Маленький такой. Баба! Что я тебе говорю, Деван? Вот, четыре миньона, значит, сидят. И эти попукали. Это не по... Это лук спукал. Что? Это лук спукал. Ну да. Теперь шо? А миньоны комментируют. Мы смотрим. Я просто не показываю вам снайперский прицел. Мне кажется, так будет, ну, немножко наглядно. И мы с вами куда-то, в общем, мажем. Слушай, давай запишем этот... Кого? Реплей на... На луксе? У меня есть такой отличный танк, называется Поза-1. Там такой же пулемет. И мы хочется на этом пулемет, там тоже пулемет. Так, и мы в Т-32 наконец-то попадаем, наносим ему очень неплохой урон. И Т-32 отстреливается. У нас, да, я знаю, что... Это Т-32. У нас уже на башню. У тебя танк японский, китайский. Китайский. А звездочка все равно есть. Так у китайцев такая звездочка, как и у нас. А че, они опять здесь? Не все, как и у него. Это же китайцы. Блин. У нашего танка огромный урон. Практически, собственно, и не практически, как у ИСа-3 и так далее. А почему ты не поддерживаешь... Отечественную. Да. У меня все отечественные продавцы есть. Это китайский. Ну, и помнишь, с тобой я только что буквально записывал реплей на Т-54 советском танке. Но ты китайцы себе купил. Я себе купил китайцы, потому что не продается при его танке. О, класс, опять же, не пробивает нас. Так, ты не отвлекаешься, ты инвентируй по делу. Да, я просто... Смотрите, вот мы здесь выставили нашу башенку. Низ нас тут не видно. Здесь, в принципе, народ сколько угодно может нас дубасить. Но башню, как вы понимаете, на этих танках она не пробивает. Мы здесь пользуемся моментом. Стоимся, попукиваем всех граждан. А их поджимает ИС-6 и ИС-105. А хотите, я вам задам загадку. Вот это, как вы думаете, ИС-6? Вот, Лекция, как думаешь, сколько он настреляет за этот бой? ИС-6? Вот, да, вот этот ИС-6, который ездит на зеленке. Это, кстати, девушка. Он уже отъездился? Не-не, вот этот вот целый ИС-6. Где? Вот, который прям по курсу зеленый наш. Ну, тысяч три. Или ноль. Или ноль. Я думаю, что это скорее ноль настреляет. Хотя, несмотря на то, что видели, сколько он болтался на этом балконе, в конце боя он помер бесславно, настрелял ноль урона. Но, правда, он много скушал. У него много стреляли. Он много чего-то там отрикошетил, но не нанес никакого урона. Абсолютно. Кстати, мне знаешь, какие вопросы лучше отвечать. Либо много, либо мало. Ну, ты все знаешь. Су-8 у нас в засвете. Надеюсь, что кто-то по ней отстреляет. Су-44-й там он несчастный. Забился вниз. Непонятно, зачем он туда поехал. На самом деле, если бы не мы с... Сейчас покажусь от СМЛЕ. Конечно. Если бы не ты... Да не так, чтобы не я. Я там не облевал бы сей, по-моему. Тут еще от СМЛЕ, который пытался меня выталкивать. Смотри, миньоны волнуются. Миньоны волнуются, да. Суркеслера, на самом деле, врачина. Вот что он там поехал. Вот, наверное, враспел. Посмотри, посмотри. И прототип разложен. И СУ-101... Ой, СУ-100М1 остается в одиночестве. И, конечно же, его добирает АМС-48. Суркеслера просто сам не верит своему счастью. Реально, он просто думал, что ему сейчас наступит хана. Он вас поблагодарил. Да, он вас поблагодарил. Ну, на самом деле, ему реально повезло. А мы, между делом, стреляли уже 2500 урона. А на горке у нас остался один ваншотный Тайп. И аж 5 соперников. Которые, я думаю, не заставить себя ждать. Мы едем, пытаемся на ходу. Мы попадаем, естественно. Косой. Ну, он очень косой. Видишь, какой разброс у него огромный. На ходу, конечно, стрелять не можно только в упор. И то не всегда попадаешь. Проверим. И поэтому мы поджимаемся вот здесь вот, под эти вот кустики. И здесь плюс вот этих кустов в том, что, во-первых, ты находишься в ложбинке. И иногда тебе даже удается поторговать башней. А еще плюс в том, что здесь иногда тебя не видно. Ой, птички поют. Птички поют. И шестой вылезает. Смотрите, вот здесь очень-очень приятное место. Мы как бы в такой небольшой низине. И можем спокойно раз и делать больно ИСУ-6. Неприятно и обидно можем ему делать. А он, собственно... Ну, он, конечно, тоже может нам делать больно, обидно и неприятно. Но почему он нас не стреляет, я не понимаю. Если честно. Он стреляет в АМХ. Ну, и, в общем, это его ошибка. ИС-3 отстрелялся и убил АМХ. Видимо, они посчитали, что он более опасен, ха-ха-ха, чем маленький несчастный Т-34-3. Но... Мы тебя пожалели просто. Пожалели. Может, они меня просто не видели. Я... Может, они поддерживают тоже отечественную производительность. Я вошел в режим невидимости. Они меня не заметили. Пробиваем вершину башни ИС-3. ИС-6 прям ну хочет. Ну хочет он меня. Ну очень хочет. Но боится. Но хочет. И опять же ИС-3. Вот он, ИС-6. 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 Вот он, и мы его не пробивали. Да, и не ругаются. Ругаются, конечно, не пробили же. Ну что мы, отходим. Вот что нам делать в этой ситуации, подскажи. Кого нам стреляет? От этого. Оп, из урона. Опять же, вы видите, башню. Так мы башенку ЗС-3 забираем, ну, в вершину башни. Я угадала. Правильно. Он очень неудачно стоит под наклоном. И у него башня, она и так-то картонная. Но, а так, у него больше урона входит ИС-6. Мы его разводим на выстрел. Откатываемся вовремя. И поднимаемся наверх. Целимся в НЛД. Ну, он нам тоже попадает в каточек. Единственное, что у него заряд-то побыстрее. У него порядка 10 секунд, а у вас 12 лишних. А, нет, 11.8. Ну, сам у нас. Да, у меня поперли фраг, но на самом деле оно может и к лучшему. Это Тайп, который там терпел и держался. 26 хп, а он на самом деле тащил. Ну, вот, но видите, мы затащили направление. То есть мы его удержали. И что у нас? Остается 4 наших танка против 3 мражеских. Я же тебе говорю, это была девушка. Это просто была огонь девушки, которая стояла и получала урон, но так никого и не пробила за весь бой. Ну, а зачем? Правильно, зачем нужен танк? Да. Зачем стрелять? Зачем стрелять? А броню мирную Наталью. Да. Как они там называются? Пацифисты. Вот, да. У нас между тем остается 2 бронебойных снаряда. Я посылаю Тайп на центр, чтобы он там себя поберег. У меня достаточно много хп. И с этими двумя бронебоями я отправляюсь штурмовать всяких раков. Я думаю, ну, вот, смотрите, да, вы видите ИС, 44-ка и Хелкат. Конечно же, меня засветить, да, может только Хелкат, потому что, ну, все остальные, они достаточно слепые танки. Что ИС, 44. И вот 44 остается без урона, опять же, входит в меня голда. Да, я понимаю, что, скорее всего, у него, ну, стоковая пушка, возможно, отстреливаясь по направлению выстрела. Скорее всего, у него стоковая пушка. Ну, хотя, с другой стороны, сроку сфера бывает, что и, да, на голде. И вот я засвечиваюсь, видимо, у него стоит труба. Потому что обзор у него крайне маленький. Скорее всего, он с трубой сидит. Особенно со стоковой башней. Ну, и как нам приступить? Лекция, как ты думаешь? Ну, объехать. Правильно. Мне кажется, объехать это будет самая разумная мысль, появиться там, где нас не ждут. Слушай, а можно мне еще одну печеньку, за то, что я вообще очень хорошо съела? Я тебе буду задавать наводящие вопросы, и каждый раз, когда ты будешь правильно отвечать... Я уже на три ответила. На два? На три. Не, три. Ну, ладно, хорошо. Я дам тебе три печеньки. Все. И мы обходим товарища сзади. Тогда я не пойду дальше комментировать. И объемся. Объешься печеньем. Или я в угол. Смотри, 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 смотри. Дымимся. Оп! Не попадаем. И здесь начинает захват базы. И, соответственно, из врагов остается 44-ка и иск. И я понимаю, что, конечно, естественно, иска там уже намылилась и ждет. Но, опять же, смотрите, какая ситуация. Так, подожди, захват базы идет, а ни одного из врагов нет на базе. Почему нет? Ну, вот он, ис. Вот он. А подожди, а он был уже вон там. Он был вон там, но он успел вернуться. Я понимаю, что тайпу опасно, может быть, достаточно вылезать туда, потому что он ваншотный. Хотя, конечно, у него обзор-то получше. И вот он уже иски оставляет 296 хп, но ис откатывается за гору. Ну, естественно, если тайп на иску выскочит, то в иске может оказаться кто-то скилловый, зарядить фугас и разодрать чертой матери. Щепетильный момент. Не то слово. Вот у нас сейчас кончились бронебои. Ну, арта, как мы выяснили, она какая-то не очень, в общем, была меткая. Дохлый тайп, да, и 44-ка на голде. И у нас заряженный кумулятив, бронебои у нас кончились. Как вы сейчас поймете, это не всегда хорошо. Кумулятив, это, опять же, для тех, кто не знает, это голда. И вот мы этой голдой прицеливаемся, прицеливаемся и ба-бах, саживаем в гусеницы. А как вы знаете, что кумулятивы голдовые имеют одно неприятное свойство, чтобы скрывать им модули. Смотрите, как киска у нас красиво попадает. Она мало того, что снимает нам 434 урона, еще и поджигает на 52. То есть, фактически, снова быстро она, фактически, 500 хп нам сносит. Я сдержала дыхание, не могу. Мне, как обычно, не показалось. Кого? Ну... Печеньки? Перед тебе, да, печеньки. А, реплей, да, реплей я тебе не показал, это интересно. Ну, вот у нас остается один враг, 44-ый, у него около 600, там, около 700 хп, в принципе, не так уж и много. Но, с другой стороны, у нас ваншотный тайп. Я, ну, не ваншотный, конечно, для него, судя по тому, что сколько он у меня зарядил. Но за два выстрела голдой он меня может, в принципе, разобрать. Ну, и фв. Фв это печаль. Я не знаю, как он успел настрелять столько фрагов. Я, я немало настрелял. Всего 3200 урона, на самом деле. Ну, нет, в принципе, для 34-3 это неплохой результат. И, опять же, вот мое личное мнение, что все, что выше твоего хп, это уже хорошие цифры. И мы поднимаемся наверх, надеюсь, засветить 44-ку, но ее не видим. Она, очевидно, переехала. И что нам остается? Конечно, брать базу 2 минуты 47 секунд. А что делать? Надо брать. Никого не видно. Никто не светится. Я думаю, может быть, он там вот. Оп! И он засвечивается у нас аж прямо сзади. Глядите. Какой. Да, неплохая позиция. Очень прям неплохая. Что делать, что делать? И он там внизу сидит. Ну, я могу, конечно, вылезти на него один раз. Огрести, собственно, от него урон. Но у меня хватит на 2 его попадания. И я мажу. Причем, я вам больше скажу, это я на неплохом сведении стрелял на него. И он пробивает меня без урона. Миньоны. Миньоны волнуются. Он без урона пробивает меня в шапочку. Тебе выгребают осколки. Видишь, как мусор собирают. А ФВ, как видите, мажет. В общем, ФВ какой-то вялый. Я продолжаю брать базу. Минута 20. Ну, теоретически, да. Я успеваю теоретически взять базу. Минута 40, минута 20. Полнее себя. И ему все равно придется сбивать. А ФВ наносит не 100 урон. А я опять мажу. Да. Опасная ситуация. Если он сейчас собьет захват, то все. У меня он не... Еще один урон от ФВ. Не успеваю. И он понимает, что надо вылазить. Я, наконец-то, пробиваю его в башню на 394. И... Ну, нет. Ну, и он не успевает. ФВ его забирает. За этот бой я получил мастера. Там что-то еще туда-сюда. Самое интересное, ну, достаточно много. Настерял, да, 3680. Для восьмого уровня это, в принципе, достаточно неплохо. Захватывающий бой. Мне очень понравился. Захватывающий. Я очень рад, что тебе понравился. В общем, дорогие зрители, если вам понравился бой, особенно если вам понравилась Лекса в качестве комментатора, оставляйте свои отзывы, ставьте лайки и подписывайтесь на наш каналчик. И главное печеньки оставляйте. И печеньки оставляйте. Я пошел раздавать печеньки. У меня сегодня, да. Я работаю за печеньки. Ты не работаешь. Да, ты работаешь за печеньки, а я работаю на печеньки. Так что, господа, спасибо за то, что смотрите нас. Подписывайтесь. И до новых встреч в нашем канале. Всем спасибо. Я устала. С вами был Тури и Лекса. Всем пока.